Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников Эдвин Остин Эбби. Родился 1 апреля 1852 года в Филадельфии, штат Пенсильвалия, а умер 1 августа 1911 в Лондоне. Американский художник-иллюстратор был известен своими рисунками и картинами на шекспировские и викторианские сюжеты. Его самая известная работа – настенный фриз «Поиски святого Граля». Эта работа выставлена в Бостонской публичной библиотеке. Начал свое художественное образование Эдвин Остин Эбби у Исака Уильямса, портретиста и пейзажиста. Он учился в Пенсильванской академии изящных искусств, где был учеником Кристиана Шусселли. Я пользуюсь данными переводной википедии. В том же году он также начал работать иллюстратором. В возрасте 19 лет, это было в 1871 году, уехал в Нью-Йорк, чтобы работать в художественном отделе журнала «Харпес Мэйзен». Здесь он познакомился с другими иллюстраторами, такими как Фрэнсис Дэвид Миллетт, Эдвин Блашфильд и Альфред Парсенс. В 1876 году в Филадельфии проходила выставка «Века» по случаю столетия США. Здесь можно было увидеть большой выбор европейских художников. На этой выставке, конечно же, присутствовал и Эдвин. Особенно ему понравились английские художники Лейтон Уотс Болтон. В возрасте 26 лет Эбби отправился в Англию, чтобы собрать справочную информацию о стихах Роберта Херрика для «Харпес». В 1890-х годах он расписывает фрески для Бостонской публичной библиотеки. 12 февраля 1896 года становится членом Королевской академии художеств. В 1898-м – Американская академия художеств и литературы. Ну, конечно же, 1902-й год был звездным часом для Эбби, потому что он был выбран, чтобы нарисовать коронацию Эдуарда VII. Кстати, в этом же году в Нью-Йорке был избран действительным членом – Национальной академии дизайна. В 1903-м году получил малую золотую медаль на Большой Берлинской художественной выставке. В 1907-м году он отклонил предложение стать рыцарем. В противном случае он потерял бы гражданство США. В 1908-1909 годах Эбби нарисовал несколько фресок для нового капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге. Некоторые из них были выполнены его другом Джоном Сингером Саржент после внезапной смерти Эдвина Остина Эбби. 1 апреля 1852 года. Ну, так вкратце все, что удалось найти о американском художнике-иллюстраторе Эдвине Остине Эбби. Пока-пока. До свидания. Смотрим Равоработы. Субтитры создавал DimaTorzok